Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. Мы обратимся сейчас ко второй главе книги пророка Исаии. Вторая глава содержит хронологически отстоящую от первой главы проповедь пророка и в ней появляется совершенно другая, ну или отчасти, может быть, другая тема логика построения этой главы, образы ее. Отличаются от того, что мы видели в совершенно поразительной предыдущей главе. Здесь во второй главе Господь говорит Исаии о вере избранного народа, о том, какое место занимает народ Божий, если хотите, в общем человеческом пространстве, потому что в это время, как тогда, так на самом деле сейчас тоже, масса самых разных царств вокруг Иудеи, отчасти и сама Иудея, все страшно величались своими достижениями, силой, в общем, били себя пяткой в грудь, акигорделивый павиан. Мы там достигли того, мы достигли сего, мы покорили одних, мы покорили других. В конце, там, ближе к сороковым главам, в конце, в тридцатых главах книги Исаии, эта тема еще раз выйдет на первый план. Вот посреди этого фестиваля величий, которые, знаете, древнеримские христиане называли простым латинским выражением, очень понятным, помпа дьяволи, дьявольская помпа. Вот посреди всего этого Бог говорит пророку, нет, нет, это все ничего не стоит. Будут дни, когда гора Дома Господня будет поставлена во главу гор. Речь идет о горе Сион, на которой стоит храм Господень, горе, на которой, собственно, практически единственный центр остался незамутненный, где чтут единого Бога. И то, в общем, цари Иерусалима все время пытаются как-нибудь там еще какие-нибудь языческие культы соорудить. Но все-таки вот гора Дома Господня, она будет поставлена во главу гор. Гора, на которой чтут единого Бога. И многие народы, говорит Господь, придут и скажут, пойдемте, взойдем на гору Господню в Дом Бога Иаковлева. Две вещи важны. Во-первых, то, что так будет. И действительно, многие народы пришли с тех пор, неоднократно это происходило, и ищут единого Бога, ищут поклоняться на горе, которая поставлена во главу гор. Это первое. И второе, что может быть не менее важно для Исаии Иерусалимского, его поколения, его первых читателей, учеников, Бог свидетельствует о том, что Он примет эти народы. Дело в том, что в человеческой истории сплошь и рядом существует феномен, который же в христианские времена получил название иересиэтнофилитизма. Представление о том, что Бог наш национальный, наш народный. Он Бог нашего народа. И если мы принадлежим к этому народу, то мы там и Бог нам принадлежит. Я русский, значит, православный. Или народ богоносец. Вот все вот ля-ля, бессодержательные совершенно на эту тему, они свойственны огромному множеству народов. И все себя называют то любимая дочь церкви, то еще что-нибудь. Будь это совершенно почти общечеловеческое. Знаете, раньше говорили об общечеловеческих ценностях, не очень понятно, существуют ли они. А вот общечеловеческие глупости существуют точно. И вот представление о том, что Бог наш племенной, еще хотя бы отчасти уместные в Израиле, и абсолютно смешные у всех остальных, эти представления неверны. Неверны. Свидетельствует Исаия, вся школа его учеников и последователей. И все последующие пророки Израиля свидетельствуют о том, что нет, Бог принимает все народы. И Израиль нужен только для того, чтобы быть свидетелем для всех народов. Будет другое время, говорит Господь, когда гора Дома Господня будет поставлена во главу гор. И к ней, к этой горе, к поклонению единому Богу придут все народы. И, как пророк говорит, от Сиона выйдет закон, слово Господне из Иерусалима. И вот эти народы, которые всегда живут в схватке всех против всех, придя на гору Господню, перекуют мечи на орала. Ну, люди моего поколения, конечно, вспомнят эту скульптуру Вучетича, где там такой мускулистый дядечка перековывает меч на саху. Ну, вот это выражение пророка Исаии говорит о том, что когда мы будем поклоняться одному, единому Богу, когда мы будем все чтить Бога Израилева, того Бога, который ищет защиты для сироты, ищет милосердия, которому не нужны бессмысленные гекатомбы, а который ищет рук чистых от кровопролития, вот тогда возможен настоящий мир и перекуют мечи свои на орала и не будут больше учиться воевать. И не будут больше учиться воевать. Нет впечатления, что наше время вняло этим словам, мы по-прежнему учимся воевать и, конечно, объясняем это объективными причинами, говоря, что вот они там вооружаются. Ну, вот так. Ну, вот так. Это значит, что, во-первых, наше почитание единого Бога лживое и фальшивое, конечно же. А во-вторых, вывод, что из этого будет дальше. Вот Господь говорит именно об этом во второй половине второй главы. «Придите, будем ходить во свете Господнем. Ты отринул народ твой, дом Иакова, потому что они многое переняли от востока. И преклонился человек, унизился муж, и речь идет об идолопоклонстве». Господь говорит о том, что люди в Иерусалиме, вместо того, чтобы действительно чтить единого Бога, перед самыми разными языческими соблазнами преклоняются и унижаются. И вот это все рассыплется. Поникнут гордые взгляды человека, высокое людское унизится, и один Господь будет высок в тот день. Вот что же это за день? День, о котором говорит пророк Исаия, и о котором говорили его современники, Иамус, и Михей, и Осия. «Грядет день Господа Саваофа на все гордое и высокомерное, на все превознесенное, и оно будет унижено». Возвышающий сам себя унизится, и унижающий себя возвышен будет, говорит Господь Иисус в Евангелии. И оказывается, это цитата из второй главы книги пророка Исаии. Ну, по крайней мере, если не цитата напрямую, то парафраз. «День Господа Саваофа – это когда все высокомерное и превознесенное будет унижено, а возвышена будет гора Дома Господня». Гора Дома Господня. Слава Господу Саваофа. Вот это, собственно, самое главное, что мы видим во второй главе. И несколько раз с рефреном Господь повторяет здесь «высокое людское унизится, и один Господь будет высок в тот день. От славы величия Он восстанется крушить землю». Вот это слава величия Бога. То, что будет действительно высоко в тот день. Может быть, можно говорить о Дне Господнем, как о времени, когда явлена будет подлинная иерархия ценностей, подлинная иерархия того, что высоко и что унизительно, что прекрасно и достойно, а что мерзко. И вот здесь, во второй главе, Господь говорит о том, что все, что содержит в себе идолопоклонство, тогда, конечно, чрезвычайно важным был феноменом вот этот религиозный синкретизм, все это, в конце концов, развеется как дым. Субтитры создавал DimaTorzok